Мы начинаем с 1569 года. Была заключена Люблинская уния, которая положила союз Польского королевства и Великого княжества Литовского. Литовские послы были вынуждены подписать договор о создании конфедерации двух государств и народов, Речи Посполитой. Теперь практически все украинские земли находились в ее власти. Начался процесс ассимиляции украинцев. В некоторых украинских городах на работе в цеху можно было разговаривать исключительно на польском. Большие притеснения наблюдались также и в отношении религии. Была создана новая греко-католическая конфессия христианской церкви, которая из православного смогла сохранить разве что обряд. Все же, кто не перешел в унию, то есть большинство украинского населения, терпели всякие унижения и ограничения на религиозной почве. Все это гнобление по национальному признаку закономерно вело к подъемам народного гнева, главными из которых были казацкие восстания. Первыми масштабными бунтами с привлечением широких народных масс были мятежи Наливайка, Григория Лободы, Криштова Косинского, Павла Бута, прозванного Павлюком, и Якова Острянина. Все они, однако, довольно быстро подавлялись. Однако, летом 1646 года Богдан Хмельницкий начинает подготовку восстания, которое станет точкой невозврата в украинской истории. Осенью 1647 года Богдана выдал полякам один из посвященных в его планы осавулов, поэтому он с помощью своих друзей, поручившихся за него, в срочном порядке убежал на Запорожскую сечь, где и начал мятеж. 27 января 1648 года он был избран гетьманом войска Запорожского. В первые же дни на новой должности Богдан сразу же начал переговоры с Крымским ханством о военном союзе. Тем временем, польский магнат Николай Потоцкий выслал на Запорожье два отряда. Хмельницкий соединился с крымскими татарами под командой Тугайбея и выдвинулся навстречу отрядам. Ему удалось переманить реестровцев на свою сторону и 6 мая 1648 года разгромить оставшиеся польские войска в битве под Желтыми Водами. 20 мая он одержал победу и над самим коронным гетманом Потоцким, который был взят в плен. Войска под командой Богдана продолжили дальнейшее продвижение вглубь Украины, постоянно пополняя свои ряды за счет народных масс. 27 июля и 5 августа следующего 1649 года произошла осада Сбаража и битва под Сборовом. Крымский хан к тому времени уже достаточно навоевался и не был заинтересован в усилении Хмельницкого. Поэтому под его давлением Богдан подписывает Сборовский мир, в результате которого значительно увеличивается число реестровых казаков и образовывается фактически автономное государство. На землях Киевского, Черниговского и Братславского воеводств отменялось польское административно-территориальное устройство. Воеводство и поветы были ликвидированы, а вместо них были созданы полки, включавшие в себя сотни. Каждым полком командовал выбранный на полковой ради или назначенный Гетманом полковник, которому принадлежала военная, судебная и административная власть. Гетман был демократически избираемым. После Сборовского мира на протяжении всего 1650 года и Польша, и Гетманщина готовились к новому этапу войны. 18 июня 1651 года войска Хмельницкого из-за предательства бежавших татар потерпели поражение в битве под Берестечком. В этой ситуации 18 сентября он был вынужден подписать Белоцерковский мир. Теперь Гетманщина ограничивалась только киевским воеводством, а Гетману запрещалось вести внешнюю политику. Но вскоре на тайном старшинском совещании было принято решение возобновить войну. 23 мая 1652 года в битве под Батагом Хмельницкий одержал победу, но осенью 1653 потерпел поражение в сражении под Жванцем снова из-за предательства татар. Тогда Богдан осознал ненадежность своего союзника и решил обратиться к русскому царю с просьбой о протекторате. На созванной 18 января 1654 года в Переяславской Раде был принят договор, согласно которому Хмельницкий и его подчиненные присягали на верность российскому царю, признавали его протекторат, но сохраняли автономию и получали военную поддержку в войне с Речью Посполитой. В 1655 году Речи Посполитой объявила войну еще и Швеция. Русское царство, боясь ее усиления в регионе, тоже объявило ей войну. А с поляками 24 октября 1656 года был подписан Виленский мир. Хмельницкий посчитал это нарушением мартовских статей, поэтому он разорвал договор с Россией и вступил в коалицию, состоящую из Швеции, Бранденбурга и Трансильвании. Совместные действия венгров и казаков под командованием Антона Ждановича летом 1657 года не увенчались успехом. Эти неудачи прискорили смерть Хмельницкого, который умер 6 августа. Еще при своей жизни он настоял на избрании гетманом его 16-летнего сына Юрия. Но после смерти Богдана старшина убедила Юрия отказаться от должности. Булаву передали Ивану Выговскому. В 1658 году против него восстали некоторые полки реестровых казаков, а вместе с ними и Запорожская сечь, начав эпоху так называемой руины – череду гражданских войн в Украине. Выговский, заключив союз с Крымским ханством, с его помощью подавил мятеж. С целью укрепить свою власть, Иван заключил с речью посполитый Гадятский договор, согласно которому гетманщина под названием «Великое княжество русское» становилась третьим субъектом конфедерации речи посполитой наравне с Польшей и Литвой. Но основные статьи договора об отмене церковной унии, например, польский сейм отклонил, потому что это вызвало бы в гетманщине и на сечи сильное недовольство правлением Выговского. Это привело фактически к гражданской войне, в которой также приняли участие и армия царя, поддержавшего оппозицию, и армия крымского хана Мехмеда IV Герая, союзника Выговского. В июне 1659 года он одержал победу над царским войском и запорожскими казаками. В итоге ему так и не удалось победить внутреннюю оппозицию, и осенью того же года он сложил гетманские кейноды. На Раде под Белой Церковью гетманом был вновь избран Юрий Хмельницкий, который расторг гадятский договор и вернулся к Переяславскому миру с русским царством. Царь решил с поддержкой казаков начать наступление на Польшу, но потерпел поражение в битве под Чудновом. Из-за этого часть казаков во главе с Хмельницким перешли под протекторат речи Посполитой, но левобережные полки остались верными царю и выбрали наказным гетманом Якима Самка. Таким образом, казаки разделились на два враждующих лагеря, и в Украине началась новая гражданская война. На правобережье гетманом был избран Павел Тетеря. Практически одновременно, на Черной Раде под Неженом, левобережные казаки избрали себе Ивана Брюховецкого. Тетеря вскоре отказался от должности и бежал в речь Посполитую. После него новым правобережным гетманом стал Петр Дорошенко, при поддержке крымских татар, начавший войну с речью Посполитой. Тогда Польша и Русское царство решили подписать Андрусовский мирный договор, завершавший войну, начавшуюся еще после Переяславских статей. Был закреплен раздел гетманщины налево и правобережную. Это вызвало всеобщее возмущение казаков. На левобережье вспыхнуло антимосковское восстание. Одновременно произошла встреча Дорошенко и Брюховецкого, в ходе которой последний был убит. В 1669 году новым левобережным гетманом вместо него стал Демьян Многогрешный, но из-за донесения своей симпатии к Дорошенко, он быстро лишился своей булавы. Ее получил генеральный писарь Иван Самойлович, один из доносчиков. Вскоре он подписал канатопские статьи, которые забирали у гетманщины право самостоятельно вести внешнюю политику и запрещали казакам избирать гетмана. Тем временем правобережный гетман Петр Дорошенко из-за постепенного возрастания мощи Российского царства решает принять протекторат османского султана, что резко снизило его популярность. Среди населения и на правобережье появилось два самопровозглашённых гетмана – Пётр Суховей и Михаил Ханенко. Оппозиция в их лице поручила вооружённую поддержку со стороны Речи Посполитой, что обязало султана Мехмеда IV вступить в конфликт. В 1672 году османские войска захватили Подолье и Братславщину. Война закончилась Бутчатским миром, согласно которому признавалась власть Дорошенко на Братславщине и Киевщине, а Османской империи отходило подольское воеводство. Примечательно, что в документе договора впервые официально упомянута «Украинская держава». В 1674 году левобережные войска Самойловича вторглись на правый берег и в 1676 Дорошенко, запертый в Чигирине, капитулировал. Эти события развязали русско-турецкую войну, которая закончилась Бахчисарайским миром в 1681 году, который устанавливал границы между Османами и Русским царством. В 1686 году Россия также заключила договор с Речью Посполитой о разделе Гетманщины. Польша отменила казацкое полковое устройство в 1699 году. Из того момента Гетманщина существовала только на левом берегу Днепра. Там в 1687 году в результате государственного Каламатского переворота Самойлович был сброшен, а новым Гетманом стал Иван Мазепа. Во время своего правления он подписал коломатские статьи, которые сильно урезали автономию Гетманщины. В целом он был настроенным промосковски, из-за чего не пользовался большой популярностью среди населения, но он сделал большой вклад в развитие экономического и культурного достояния Левобережья. Однако в 1708 году во время Северной войны решает перейти под протекторат шведского короля. После поражения под Полтавой в 1709 году он бежал в Молдавию, где позже и умер. На радио старшин новым Гетманом был избран генеральный писарь Пилип Орлик. 5 апреля 1710 года был принят договор Гетмана со старшиной и казачеством, который обозначил все права и обязательства всех членов войска Запорожского и по сути был первой как украинской и казацкой, так и мировой конституцией. При поддержке Карла XII Пилип Орлик вступил в союз с крымскими татарами и Османской империей. И 8 ноября 1710 года последняя, поддерживая Гетмана Орлика, объявила войну России. После подхода новых московских отрядов, татарские войска предали Гетмана и побежали на юг. Таким образом, из 16-тысячного украинского войска у Пилипа Орлика осталось только 3000 солдат, с которыми Гетман вынужден был отойти к Бендерам. В течение последующих лет Орлик с небольшой группой сторонников искал поддержки своего дела у различных европейских властителей, но ни к чему значимому это не привело. С этого момента Россия взяла курс на ликвидацию Гетманщины. Власть Гетмана несколько раз отменяли с помощью малороссийских коллегий 1722-1727 годов. Далее Гетманство было ненадолго восстановлено в лице Данилы Апостола, после чего было введено Гетманское правительство, по сути та же самая малороссийская коллегия. В 1750-м Гетманом стал Кирилл Разумовский, после его ухода действовала вторая малороссийская коллегия 1764-1786 годов, которая окончательно ликвидировала Гетманство. Хочу поблагодарить за помощь в создании этого видео Веритаса Винцетта. В качестве благодарности вы можете подписаться на его канал, ссылка на который будет в описании и на конечной заставке. Также, если вы хотите поблагодарить и автора, то есть меня, то на экране и в описании вы увидите все реквизиты, по которым вы можете меня поддержать. Заранее вас всех благодарю. До скорого!